Мокрый снег и ветер для ожидающих своей очереди к Святой Матроне для этих православных не стали препятствием. Теплые пледы, горячий чай и самое главное – молитва в руках согревали омечей в эти выходные. Приходить к Успенскому собору верующие начали задолго до его открытия. Вчера вечером только узнали по интернету. Сегодня с утра поехали. Наверное, хорошо, что столько людей. Всегда ли вы пришаетесь с молитвой? Я всегда. Помогает? Да, честно. Рак из частицей святых мощей в центре верхнего предела кафедрального собора. К долгожданному ларцу со своими просьбами омечи начали приходить уже в день его прибытия. Установленный режим работы собора до 10 часов вечера нарушен. Все эти дни он не закрывается до последнего прихожанина. Тишина наступает далеко за полночь. Матронушка особо чтимая святая. И я так думаю, на Руси очень много почитателей, много паломников, которые ездят в Москву. А сейчас тут такое знаменательное событие, что мощи посетили Омск. Здоровичкам, моим деточкам, внукам, правнукам. Я просто передать не могу, какие у меня чувства, что я попала, приложилась к мощам матренушки. Из Омска мощи святой Матроны отправятся в Василькульскую епархию, затем в Тарскую и Калачинскую. Завершится пребывание блаженной Матроны в регионе в Омском Успенском соборе 8 декабря. Марина Бугрова и Андрей Кузьмин. Антенна 7.